Всем хай! Сегодня я хотела бы с вами поговорить про кожу. Рассказываю предысторию. В общем, я узнала о том, что один из моих самых любимых корейских брендов, который называется Vanilla Cos, с некоторых пор представлен в России. Я в таком восторге! Это просто ААААА! Я уверена, что вы все его прекрасно. Если не знаете, то как минимум видели, потому что это легенда среди корейских брендов. Он существует с 2005 года, но до сих пор не теряет своей актуальности и мести в топе. Так вот, самая важная новость. Они появились в Литуале. Я просто лицо лица, потому что это бренд, который я действительно очень давно ждала. Давайте зайдем на сайт Литуале и посмотрим, что вообще представлено у них на сайте, если посмотреть. Ну, какая, конечно, везде красота, просто невероятная. Вот ассортимент того, что мы с вами можем увидеть на сайте. Здесь находятся как бестселлерные вот эти вот бальзамы для лица. Я позднее вам расскажу о них, потому что вещь достойная уважения. О, есть, кстати, появилась сыворотка. Когда я последний раз заходила на сайт Литуале, ее не было. Но сейчас появилась сыворотка с медом. И вы знаете, когда я была в Корее, мы с подругой заходили в Ванилу. Мы смотрели на эти товары, и мы были просто в максимальном восторге. Естественно, мы себе все это купили, потому что как бы мы могли не купить, когда оно выглядело в магазине вот так. И вы знаете, я вот листаю просто Литуале. Я в таком невероятном восторге, что действительно потрясающий корейский бренд пришел к нам в Литуале. Его можно купить, заказать. Ну, для меня лично это во. Она была любителем корейской косметики. Кстати, вот так вот выглядела посылка, которую мне доставили. С раннего утра мне пришла вот такая вот огромная коробочка из Кореи. Давайте вместе ее сейчас распакуем. Все настолько эстетично выглядит, что мне захотелось даже запариться. Вот цветочки, посмотрите, на фон поставила. Все чисто, аккуратно. Обычно здесь совершенно все иначе выглядит, но сегодня настроение эстетика, потому что иначе к этому ко всему относиться невозможно. Вот это вот, знаете, сочетание вроде такого очень милого, очень девчачьего стиля. И одновременно просто лаконично, красиво, минималистично. Невероятный восторг на самом деле. Здесь у меня не только уходовая косметика, но также и какая-то декоративная. И сейчас мы с вами все поэтапно разберем. Но сначала я бы, наверное, хотела рассказать вам про, собственно, бестселлер, про икону вообще в мире смывания макияжа. Это вот такой вот сорбет Clean It Zero. Давайте я расскажу вам о том, в общем-то, чем отличается сорбет для умывания и снятия макияжа от, например, гидрофильного масла, потому что это две вещи, которые очень друг другу близки. Возьму розовый. Кстати, розовый считается самым основным. Вот это вот самый-самый культовый. Хотя в коллекции представлено огромное количество других оттенков, которые каждый отвечает за свои дополнительные функции. Кстати говоря, на упаковочке на обратной стороне есть инструкция. Но давайте сейчас вместе с вами все это вскроем, и я расскажу детально. Внутри упаковки есть вклад. В этом вкладе лопаточка, чтобы пальцами не лезть в продукт. И защитная крышечка дополнительная, которая крепится внутрь. И вот сам потрясающий наш сорбет для умывания. Оригинальный. Этот цвет какой-то невероятно потрясающий. Вот, знаете, мега красиво выглядит. Короче, рассказываю. Открываем. Обожаю снимать эти штуки, это просто восторг. Внутри находится достаточно плотная консистенция, которая по своей текстуре напоминает не столько крем, сколько, ну, парафин. Напоминает по консистенции. Это важное дополнение, ничего общего с парафином там нет, ну, в плане состава, потому что это средство для умывания, а не свеча. Когда вы используете вот такое вот средство, то вы сами контролируете, во-первых, количество, сколько вам нужно, и вы контролируете сам расход продукта. На самом деле, для того, чтобы качественно смыть макияж вот этим вот сорбетом, вам понадобится немного продукта. И самое главное, что он смывает очень хорошо, даже в некоторых моментах лучше, чем гидрофильное масло, потому что этот продукт работает с водостойкими текстурами. А еще его можно наносить на глаза. И даже если вы, например, используете, знаете, водостойкую тушь, то консистенция этого продукта, когда она начинает потаивать на нашем лице, потому что изначально это плотное, потом под воздействием температуры рук, температура кожи, оно начинает немножко плаваться, превращаться в маслице. Вы очень хорошо и очень быстро промываете, ну, ресницы, и весь даже самый стойкий макияж с глаз. Потом в качестве теста, когда я накрашусь, мы с вами используем какой-нибудь прям совсем лютый продукт, вот знаете, прям лютый-лютый-лютый, и я покажу вам, как это работает. Пока что уставим эту красоту, просто пусть стоит, радует. Что касается остальных средств. Здесь у меня представлены продукты для такого более-менее повседневного макияжа. Это, знаете, настроение, когда ты вообще не хочешь краситься, ты просто хочешь, чтобы твоя кожа выглядела чуть лучше, чем есть на самом деле. Вот это вот те самые средства. Поэтому если вы для работы, для учебы, или просто на повседневной жизни не используете какие-то лютые техники, контуринги, невозможные стрелки, все вот это вот вам очень хорошо подходит. Ну, или когда просто есть настроение, я и моя нежность. В последнее время у меня очень много работы, в том числе у меня работа на телевидении, кей-поп тайм, как бы все, надеюсь, смотрят. Я реально чувствую себя достаточно усталой, и мне в повседневной жизни вот сейчас реально просто не хочется краситься активно. Поэтому покажу вам пример, как сделать очень нейтральный макияж, но что-то вот в таком духе, как я вам в последнем видео и представила. Заодно наглядно посмотрим, как вот эти вот продукты смогут справиться с усталым человеком и сделать его менее усталым хотя бы визуально. Начнем с использования праймера. У меня их два. Один персиковый, второй розовый. И оба отличают за разные функции. Розовый делает тон более приятным, но он корректирует тон кожи. А желтый делает эффект, как будто бы у вас блюр на лице. Раскладывает эффект фотошопа вот это вот все. Но я думаю, что сегодня мне больше подойдет розовый. Так, давайте достанем его. Упаковочка также, как и коробочка, абсолютно минималистичная. Но это, мне кажется, в этом и основной поинт. Потому что посмотрите, как она приятно выглядит. Я просто любитель, когда косметика выглядит максимально минималистично, но при этом сохраняет свою яркость. Мне вот это вот нравится безумно сильно. Я, кстати, не знаю, какие вам упаковки косметики нравятся. Потому что вот это вот для меня прям вау. Что ж, открываем. Я наношу немного праймера. Прямо себе на пальцы. Можно наносить сразу на кожу, но я нанесу на палец, чтобы заодно еще и консистенцию проверить. Он, кстати говоря, на пальце ощущается, как вы знаете, какой-то очень жидкий тон и имеет небольшой персиковый оттенок. Что ж, давайте посмотрим. Есть смутное зрение, что я достаточно много использовала продукта, но сейчас увидим, что уберу лишнее. Как по мне, изменения достаточно очевидные, потому что кожа уже даже на этом этапе действительно выглядит более разглаженной и более, что ли, здоровой. Но она выглядит не так, как выглядела до этого. Я вижу небольшой эффект осветления. Также я вижу, что у меня немного сгладились поры, хотя вот этот продукт больше представлен как продукт, который, по идее, просто занимается цветокоррекцией лица. В целом, я прям вижу, мне нравится. И если бы я хотела прям мега супер нюд делать, я бы, наверное, просто бы воспользовалась этим праймером и пошла бы дальше. Но сегодня мы так, конечно, делать не будем, потому что у меня еще есть куча других продуктов. В том числе у меня есть тон. Кстати, тон уже идет с SPF 45. А, еще забыла вам сказать. Вы знаете, когда используешь праймер, очень часто бывает, что он как будто бы каким-то силиконом ощущается на лице. Я думаю, что вам знакомо это, если бы вы использовали их. Причем это зависит не от ценовой категории праймера, либо есть такой и в дорогих, и в дешевых. И оно как будто бы, ну, какое-то жирное, что ли, на лице имеет ощущение. А здесь я понимаю, что я с этим персиком уже всех достала. Я за несколько секунд до этого сказала персик слова, наверное, несколько раз. Но кожа, она ощущается как прям нежный персик. Вот реально, честно скажу. Абсолютно рекомендую вам обратить внимание на этот бренд. Пойти, ну, в том же ритуале, потрогать хотя бы, потестировать. Уверена, вам понравится. И вы поймете, что я это не просто так вам все рассказываю. Так, что касается тона. У меня здесь два оттенка. Один называется Нуга, второй называется Роза, который мне подойдет лучше, я пока что не знаю. Ну, давайте их достанем и протестируем. Что ж, открываем. Ну, ничего себе, как профессионально упакована. Вау! Ну, посмотрите, больше напоминает, честно, флакон духов. Очень красивое оформление тона. Давайте попробуем сделать сводч. Небольшой, я понимаю, что это не лучшее место для сводча, но для понимания ситуации. Потому что вот это вот, например, я уже даже сейчас вижу на этом этапе, что достаточно желтоват. Чтобы подтвердить свою теорию, нанесу, конечно, на щеку, потому что, возможно, будет иначе. Но как будто бы, да, он для меня немножечко уходит желтизну. А вот это как будто бы уже даже на этом этапе, даже вот здесь вот кажется больше, что сливается с моей кожей. Протестировала на другой щеке. Окей, мне понятно, мой оттенок Роза. Вообще, у меня сложилось впечатление, как будто бы этого продукта нужно прям вообще очень мало. Делаю вот так вот и растушую пальцами. Потому что, когда я сейчас делала тест, мне показалось, что это, в принципе, абсолютно реально. По консистенции ощущается, как, знаете, такое полупрозрачное матовое покрытие. Оно придает вроде как очень такой деликатный, знаете, естественный блеск здоровой кожи, когда у тебя кожа ничем не страдает. И в то же самое время дает матовость и отсутствие липкости, вот исходя из того, что прямо сейчас я наношу. Ну и очень хорошо растушевывается даже пальцами. Хотя, я думаю, вы сами прекрасно знаете, что пальцы это далеко не самый лучший метод для нанесения какого-то средства, которое достаточно плотное. Мне все нравится, я всем довольна. Что могу сказать про тон и про его ощущения на коже? Мне нравится. Нет никакой липкости, нет никакого эффекта маски. То есть, у меня такое ощущение, как будто на моей коже, в принципе, ничего нет. Единственное, что я даже не уверена в том, есть ли смысл его припудривать, потому что как будто бы выглядит очень здорово. И, если честно, я бы, наверное, дала себе сейчас минут 20-30 просто каким-то другим занятием, чтобы посмотреть, как он поведет себя через время, когда чуть-чуть сильнее впитается и устоится на коже. А потом проверим его уже, конечно же, в сочетании вместе с пудрой, потому что пудра тут есть. И мне интересно посмотреть, как продукт себя поведет не сразу, а с ходом времени. Так что, короче, вернусь через минут 15-20. Ну, по вашим мгновениям, это вот прямо сейчас. Попробуем теперь консилер. У меня было два оттенка. Один из них был 23, назывался арахис, а второй 21, называется персик. И снова здравствуйте. Встаем. Упаковка очень похожа на упаковку тональника и выглядит, ну, абсолютно так же потрясающе. Смотрите, как красиво. Консилер выглядит вот так. Вот он на палочке. Это, в принципе, очень удобная форма выпуска консилера. И по ощущениям он прям очень плотный и вроде как должен замаскировать все. Посмотрите, если вы видите, тут была моя вена, но вену он полностью перекрыл. Очень-очень-очень плотный консилер. И судя по тому, что я вижу, а я еле-еле прикоснулась к своей руке, потребуется очень мало средств для того, чтобы перекрыть какие-то несовершенства. Круто, очень круто. Мне нравится. Что ж, прошло 20 минут. Смотрите на мою кожу сами. Как будто бы все выглядит даже лучше, чем было. Он, я вот прям на себя смотрю. Извините, я не могу налюбоваться. Мне потому что очень нравится. Он очень естественно лег на кожу. Можно реально оставить даже так. Но я хочу сейчас попробовать консилер, тем более, что он у меня есть. И посмотреть, как он перекроет небольшие вот эти вот синяки и, возможно, какие-то детальки, которые не перекрыл тон. Я надеюсь только на то, что я сейчас не переборщу, потому что, честно говоря, немножко боюсь. Итак, нанесем вот так вот буквально две точки. Раз, два. Накрыли. На подбородок. Пока достаточно. Смотрим. Тон действительно очень плотный, но, в принципе, его растушевать пальцами как нечего делать. Хорошо ложится, хорошо тушуется. Теперь посмотрим под глазами. Стоит ли мне что-то говорить, или вы и так все видите сами и сделайте самостоятельные выводы. Потому что, по-моему, здесь все очевидно. Неиронично я буду теперь вот этот консилер использовать на постоянной основе. Даже в каких-то более плотных макияжах, чем сегодняшний. Мне кажется, что уже сейчас получается очень круто. Ну, а теперь я достала, смотрите, что пудру. На самом деле, у меня здесь есть две пудры. Одна представлена в компактной версии, вторая, я так понимаю, находится в версии рассыпчатой пудры. Смотрите, какая красота. Внутри пудра белая, и она позиционирует себя как, естественно, полупрозрачная пудра, которая контролирует степень блеска на лице и выравнивает немножечко тон, если он подскатался. Но у нас тон, правда, не подскатывался. Кстати, я первый раз вижу, что в пудре была вот такая вот откидная штука, ее невозможно снять, и это очень здорово. Я реально вижу такое первый раз. Может быть, кто-то, конечно, более искушенный человек, но для меня это что-то совершенно новое. Возьмем пудру, нанесем. Пудра как будто стала еще идеальнее, ну, честно, как под фильтром, под каким-то... Фильтра нет. Я в таком восторге. Вы знаете, вот как сделать счастливым человека, который уже повидал на своей жизни, просто на своем опыте, все. Вот в пудру поставить такую штучку, которая будет служить подставкой для пуховки. Я в восторге. Это просто гениально. И пуховка не пачкается, и, знаете, как-то приятно ощущается в руках. Продукты, которые у меня еще остались, которые мы не протестировали, у меня есть кушон, и у меня есть как раз-таки рассыпчатая пудра. Я вот что предлагаю. Сейчас я ярко накрашусь, поделаю свои дела, потом мы с вами пойдем еще раз протестируем уже вот этот вот культовый розовый сорбет, потому что хочется показать вам, как он справится именно с водостойким макияжем. А я сегодня сделаю именно такой, потому что на улице, несмотря на то, что март, как бы снег. А мои подруги из Кореи выкладывают вот такие вот потрясающие stories, где у них плюс 24, и они там радостно сидят на улице, едят. Класс, завидую. И после того, как я умоюсь, протестировать кушон и протестировать рассыпчатую пудру и подвести уже итоги. Давайте достанем пудру. Она выглядит достаточно маленькой, сама упаковочка. О, ну такой милый малыш, я в восторге. Да, в этом видео слишком много восторга, потому что он такой и есть. И она тоже белая, транспарантная. Кстати, у меня полностью закончилась белая пудра, поэтому это прям мне очень-очень ко времени. Приступаем, наконец-то, к кушону. На самом деле, я безумно люблю кушоны. Кушоны я, наверное, люблю даже больше, чем стандартную базу, но посмотрим. В смысле, стандартную тональную базу. Итак, кто здесь внутри? Сан кушон. Вот так он выглядит, мы к нему вернемся. И что очень круто, что мне безумно нравится в корейских брендах, это то, что они практически всегда кладут дополнительный рефил для кушона. Это просто потрясающе. Когда у вас закончится этот продукт, вы просто используете сразу дополнительный кушон, который внутри. Я открою его сейчас, покажу вам, как это выглядит, чтобы вы знали на будущее. Смотрите, вы достаете вот эту вот штуку. Внутри, естественно, она запакована. Я не буду ее распаковывать сейчас, чтобы не портилось. Но, в общем-то, когда заканчивается ваш основной продукт, вы его открываете. И вот эту вот штуку просто меняете на новую. Очень-очень удобная тема. Пудри, мы еще вернемся, а пока хочу показать вам, как снываю макияж. Что ж, мой сегодняшний день подошел к концу. Вот мой макияж, который у меня получилось сделать. И сейчас мы с вами наглядно посмотрим, как это средство, которое уже себя миллион раз проявило в рамках этого видео, справится с таким стойким и лютым макияжем. Потому что здесь у меня очень много средств. Так, достаем. Все еще абсолютный восторг испытываю от этого продукта. Берем немного продукта. Ой, я забыла надеть повязку. Наношу на пальцы. Пару секунд грею. Это тот же самый принцип. И погнали. Вы знаете, у этого продукта очень ненавязчивый запах. Он есть, но я даже не могу понять, какие это ноты, как будто что-то фруктово-цветочное одновременно, но вообще не режет ничего. Очень вкусно пахнет. Просто приятный продукт. Ну и он действительно очень хорошо подходит для того, чтобы смывать макияж с глаз. С ресницами и подводкой работает на ура. Посмотрите, как классно он снимает мою водостойкую подводку. И вот эту вот водостойкую неоновую подложку еще. Возможно, кажется, что мне неприятно, потому что я сейчас смываю макияж с глаз, но у меня нормально. Кстати, я видела обзор на эту бренду от других блогеров, в том числе азиатских. И некоторые отмечают тот факт, что на глазах полу является такая вот пелена, но от масла, которая есть, от эмульсии. Но у меня этой пелены нет, у меня вообще ничего не раздражает. То есть я могу совершенно спокойно. Мне кажется, даже так пойти куда-то... Ну, естественно, так делать не буду. Короче, все, я натерла свое лицо. Смываем. Все, вижу, теплой водой. Что ж, вот такие дела. Возвращаемся к кушону. Что ж, я подготовила свою кожу. В плане нанесла крем. Только проснулась. Сейчас буду собираться идти гулять и всякие свои вопросики решать. И как раз перед тем, как пойду, соберусь. Не хочется сегодня делать какой-то суперактивный макияж, поэтому попробуем кушон. Ух ты. Вот прикол в том, что вот этот кушон называется персик. У него здесь написано пич оттенок. И я решила по приколу его понюхать, и он реально пахнет персиком. Это, конечно, восторг. А еще посмотрите, какое красивое зеркало. Сейчас снимем защитную пленку. Поехали. Ой, будьте осторожны, когда первый раз попробуйте этот кушон, потому что наносится очень много продукта. Я обычно привыкла, что кушоны еле-еле набирают средства и приходится прям делать много чпок-чпок. Поэтому сделала много, но в этом случае все очень четко. Пахнет потрясающе. Честно скажу, прям ощущение, что я персиком обмазываюсь. Мне нравится, я довольна. Кушон достаточно плотный. Несмотря на то, что он очень невесомо ощущается на коже, то есть реально по ощущениям, как будто я ничего не наношу. Хотя я вижу, что это очень классно корректирует уже даже сейчас цвет. И вообще выглядит потрясающе. Очень-очень потрясающий кушон. Плотный цвет, хорошо перекрывает. Меру дает эффект, знаете, такого здорового свечения кожи. В целом мне все нравится. Ну и по расходу на самом деле здесь можно было в два раза меньше делать чпок-чпок. Но уже что сделано, то сделано. Поэтому просто ставлю максимальный лайк. Интересно, как надолго хватит этого кушона до того момента, когда я поменяю саму тональную току вот эту. И после того, как я уже нанесла тон, но мне немножко подпитался, я считаю, что нужно до конца запудриться и сделать уже какой-то конкретный вывод про косметику. Кстати говоря, у меня закончились все мои транспарантные пудры, но мне есть с чем сравнить, поэтому надеюсь, что это будет nice. Кстати, когда я использую пудру, я стараюсь наносить ее вот такими вот, знаете, разглаживающими движениями, как будто бы полирую свою кожу. И мне кажется, что как будто в таком случае меньше заметна пудра на коже. Не думаю, что это в целом было бы хоть как-то заметно, потому что она сама по себе белая, но когда мы говорим с вами про какие-то цветные пудры, такой способ мне нравится больше всего. Ну и плюс это как бы добавляет дополнительной стойкости. Вот так у меня получилось. Так выглядит моя кожа. Реально, мне очень нравится. И я прям рекомендую вам обратить внимание на бренд Банила Ко. Ссылочки я оставлю вам все в описании. А также помните, что вы можете найти его в сети магазинов L'Etoile. Обязательно зайдите, потрогайте, не знаю, понюхайте, потому что вам обязательно это вкать. Дизайн и все такое. Хотя бы посмотреть, а потом уже примите решение. Но кто интересуется, максимально советую. Особенно средство для умывания. Оно не просто так легенда. Пока!